По поводу финансовых средств, то много сейчас сходит слухов о том, что в марте к нам какой-то ревизор приедет или ревизор Ры. Не знаю, насколько достоверна эта информация и насколько принципиален вопрос для администрации президента, куда тратились деньги в Украине. Если Трампу нужно найти причину покритиковать руководство Украины, я думаю, что это найти несложно. Кроме того, там есть доллар, там есть американский финансовый мониторинг. США может отследить любой доллар в мире за 20 или 30 минут. Министерство финансов в США. Что касается палестинско-израильского вопроса, палестинско-израильского конфликта, то всем понятно, ввиду многих причин, что Трамп будет занимать жесткую произраильскую позицию. Пока он не будет переносить, конечно, посольство Израиля из Тель-Вио в Палестину. Посольство США, прошу прощения, из Тель-Вио в Палестину. В Юр-Салим. В Юр-Салим, да, так как это больше такой пиар-ход. Но он намекнул, если надо, он может такое сделать. И тут дальше конфигурация на Ближнем Востоке, я думаю, будет меняться. Так как Бенемин Нетаняху имеет хорошее отношение с Трампом. Благодарю вас. Сергей, если желаете, можете добавить. И я одновременно еще присоединяю вопрос такой, насколько в США заинтересованы в перезагрузке нынешней политической власти. Прошу.